В соответствии с идейским наследием считается, что звук Ом был первым проявлением неявленного еще Брахмана. Это пока можно написать, дальше вы, я вам скажу, что уже подробно запишем. Давшим начало Вселенной, произошедшей от вибраций, вызванной этим звуком. Можно написать, что Ом предшествовал Вселенной. Из Него были созданы боги, весь феноменальный мир, помните о том, что мы говорили, что значит феноменальный мир, то есть вся материя. Ом, это корневой слог. Мула-манта. То есть сам по себе Ом является мантой. И теперь запишите символизм звука Ом. Мы разберем несколько вариантов значений. Что же он символизирует? В индуизме. Первое. Ом символизирует три текста священных вед. Ригбеда. Яджурведа. И самобеда. Пригбеда. Пригбеда. Яджурведа. Самобеда. Записали? Второе. Индуистское божественное три ада. Брахма. Создание. Второе. Брахма. Тире. Создание. Вишну. Поддержание. И Шива. Разрушение. Еще одно название. Тримурти. Тримурти. Правма. И Шива. Один. Встать? Хорошо. Третье. Три бога стихи. Три бога стихи. А. Буква. Символизирует огонь. Огонь. У. Ворона. Вода. И М. Маруты. Кто знает, кто такие Маруты? Воздух. Запишите. Напишите, что Маруты – это божества бурей, ветра, грома и молнии. Они изображались, как прекрасные юноши в свыкающих одеждах. Божества бурей, ветра, грома и молнии. Следующее. Четвертое значение. Четвертая интерпретация. Это не говорит про звук или про начисание? Про символизм. 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 Символизм звука или символ символа? А, у нас все вместе. И звука, и символа, и произнесение затем этого звука. То есть все, всего касается. Чуть позже. Да. Так, четвёртое. Три уровня существования. Небеса. Три уровня существования. Это небеса, воздушное пространство и земля. Пятое. Это три способности человека. Желание, знание и действие. Шестое. Ом является звуком солнца и света. Ведер такое встречается в делении. Ом является звуком солнца и света. Седьмое. Движение вверх. Приближение души к высшим сферам. Движение вверх. Приближение души к высшим сферам. Восьмое. Упанишала. В мандухья упанишади. Сейчас нанесу. В мандухья упанишади. Первое. Несколько определений. Первое. Это прошедшее, настоящее будущее. Второе. А. Звук А. Это состояние бодрствования. Или Вай-шва-на-ра. Состояние бодрствования. Звук У. Тай. Состояние сна. Или Тай-джаса. Звук Т. Состояние глубокого сна. Состояние бодрствования. Первое. Состояние бодрствования. Второе. Состояние сна. И третье. Состояние глубокого сна. Третье значение. Мандухья упанишает. Аун. Это лук. Ау. Внимание. Это стрела. Брахман. Это мишень. Ау, лук, внимание, стрела, брахма, мишень. Брахма, мидья, оба, мишень. Брахма, мидья, оба, мишень. А, подобно солнечному сиянию, У, блеску луны, М, вспышки волны. Ну и в буддизме три значения. Первое значение – это тело, речь и ум Будды. Первое значение – тело, речь и ум Будды. Второе – три драгоценности – это Будда. Дхарма – течение. И Сан-Ха – община. Сан-Ха. Ну и третье, в кавычках, священная непереводимость. Считается, что в медитации слоги через звуковые колебания и модуляции голоса прямо воздействуют на сознание и психо-физические параметры, повторяющие их йоги. Ну, поэтому это священная непереводимость. Ну, просто мы отметим это, что священная непереводимость. Теперь, собственно, по самому знаку поля. Сейчас вы зарисуете. Сан-Ха. Сейчас. Ну, спасибо. стрелочками я покажу как он рисуется и поставьте цифры дальше мы будем расшифровывать что значит каждая из этих окружностей это первая маленькая верхняя вторая третья четвертая это точка и пятая маленькая дуга под точки первая большая нижняя кривая большая нижняя кривая джадра бодрствующее состояние джадра 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 бодрствующее состояние в котором сознание направлено вовне через ворота чувств в котором сознание правило вовне через ворота чувств в большой размер этой кривой показывает говорит о том что это обычное состояние для человека. Самая большая. Второе. Сушубти. Или состояние глубокого сна. Это неосознающее состояние, когда спящий человек не желает ничего и не видит каких-либо снов. То есть это глубокое состояние без сна. Когда спящий человек не желает ничего и не видит каких-либо снов. То есть смотрите у нас получилось первое это бодрствующее состояние, второе это состояние глубокого сна и третье это состояние между двумя этими состояниями. Между снов и бодрствую. Называется свапна. Состояние сновидений отражает состояние сновидений. Когда сознание человека направлено вовнутрь и в снах он созерцает свои представления о мире. То есть когда человек спит и видит сны, то он видит сны о том, что он видит в своей реальности. Вот это как раз это состояние. И в реальности он находится в таком полусонном состоянии, когда его сознание направлено вовнутрь. Ну то есть вот такое промежуточное состояние между глубоким сном и бодрствую. Дальше. Дальше интереснее. Четвертое. Это точка отражает состояние сознания, которое называется турья. В этом состоянии сознание не направлено ни во мне, ни внутрь себя, ни в обоих этих направлениях одновременно. Теория или практика? Это медическое знание. Тебе надо с отцами основателями пообщаться. Вот это теория или практика? Достигшее этой точки, сознание находится в состоянии отчуждения от всего раздробленного относительного существования. Это совершенно тихое, мирное и блаженное состояние. Является окончательной целью всей духовной деятельности. То есть это точка, куда все будут стремятся. И достигшее этой точки, сознание находится в состоянии отчуждения от всего раздробленного относительного существования. И это является целью всей духовной деятельности, окончательной целью всей духовной деятельности. Ну что ж, осталось понять, что же такое полукруг под этой точкой, под номером пять. А полукруг под этой точкой символизирует магию или иллюзию. Он отделяет точку от других трех кривых. Этот полукруг. Таким образом, иллюзия или майя отвращает нас от реализации самого высокого состояния блаженства. Таким образом, магия или иллюзия отвращает нас от реализации самого высокого состояния блаженства. Полукруг открыт к верху и не касается точки. Это говорит о том, что майя не касается состояния самого высшего состояния блаженства или того, к чему собственно стремится. Но иллюзия затрагивает, то есть вот это получается проявленный мир. И она обращена к проявленному миру. И отделяет от состояния сознания туалет. Стоит на пути, можно сказать, йогина в достижении его главной цели, Брахмана. Форма символа Ом. Форма символа Ом. Представляет собой абсолютный дух. Запятая. Принцип. Запятая. И его проявленность в материальной действительности. И дальше по поводу произнесения можете написать под заголовочек произнесение. Можете, в принципе, просто послушать. Первый звук А. Воспроизводится в задней части открытого рта. Затем звук У. Сформированный как открытый, но при этом прикрываемый губами. И заканчивается М с закрытыми губами. А вот дальше мы с вами запишем, что значит каждое из этих звуков. А это бодрствующее состояние сознания. То есть, как мы уже с вами писали. А. Бодрствующее состояние сознания. И между открытым бодрствующим состоянием сознания А. И закрытым глубоким состоянием глубокого сна М. То есть, М символизирует глубокий сон, А символизирует бодрствующее состояние сознания. М. М. Глубокий сон. Находится состояние сознания во время сновидений. Это У. Собственно, как в самой символике, так же расшифровывается и по звукам. Сновидений – это вариация сознания бодрствования. Имеющего при этом форму аналогичную сонному состоянию бездействия. Имеющего при этом форму аналогичную сонному состоянию бездействия. В звуке М губы плотно сближаются. И это символизирует направление внимания в медитации от внешнего мира к достижению внутренних глубин в поиске абсолютной истины. Ну, то есть, от внешнего к внутреннему своему, к глубине. Звук М губы плотно сжимаются. И это символизирует направление внимания в медитации от внешнего мира к достижению внутренних глубин в поиске абсолютной истины. Но кроме этих трех звуков существует четвертая часть. Это непроизносимая беззвучная тишина. Четвертая часть. Четвертая часть. Непроизносимая беззвучная тишина. Следующая за произнесением ом. Это успокоение всех разнообразных проявлений. Успокоение всех разнообразных проявлений и достижение мирного, запятаемого. Блаженного. Блаженного. Недвойственного. Состояния сознания. Это успокоение всех разнообразных проявлений и достижение мирного. Блаженного. Недвойственного состояния сознания. Это состояние сознания как раз и символизируется вот этой точкой в изображении Ом. Залучите вас петь? Ну, у нас два разных исполнения. Потому что здесь к негенам смогут искать произведение звукового. Проще всего, звуков произносить про себя мысленно, в районе бам представляет белое свечение. А звук М, губы согнутые, вы просто гудите. Это вот такое тайное мистическое произношение. Так у нас дальше была тема ситов или следы выгоды. И они как в общем-то их произносят? То есть есть у? У, оно есть в звуке. То есть даже когда мы поем Ом, оно есть и А, и О, и Ум. То есть и А, и Ум в этом звуке. Просто когда мы начинаем Ом петь, он начинается не сразу как на пористоярка Ом, а из глубины. Вот я поэтому и говорила, мы записывали, что первый звук А, он идет как будто бы из дальней стенки гортани. То есть он оттуда начинается и идет по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей. И О уже заканчивается вот здесь вот, возле губ. А вот это что, О это вот робот? Да. Разная манера исполнения, да. То есть смотрите какие цели и что хочет учитель от этого всего. В 2002 году приезжал на ЕЛА по русскому Новосибирску. И он как раз разного рода давал будение на свою письму ГАЭН. Но он настаивает на том, что каждый занимающийся йогу должен именно испытать феномен поднятия кундалини. Он сам это испытал и речь идет о правой. Когда, допустим, мы с Наташей работали, а вот и у нас это проявляется по-другому. В последствии у меня нет именно ярко выраженного поднятия кундалини. Все происходит в сознании, как тишина, спокойствие, умиротворенность. А все остальное для губи техник множество. Можно М по нисходящему деть. Можно в середине. Можно так вверх уходить. И так же интонировать можно по-разному. Это уже ее личная практика. ТЭМ, она должна, главное, производить вибрацию. Вибрацию, которая идет в голову, в мозг. И после этого звука тишина и чистота в сознании. Для того, чтобы вот как раз четвертого состояния добиться. То есть аум и вот это четвертое состояние, состояние тишины. ТЭМ это последний звук, который подводит к этому состоянию. Вибрация, которая удаляет все ненужное и лишнее. И остается только чистота, тишина и чистое сознание. Забавный эпизод произошел с нами. Когда мы были на Гуа, там есть популярная дискуссия. Путешествие по Карме, это было правильно. Заездом в залив Ом, Омбич. Заливом сверху вот практически идеально повторяет форму этого знака. Все очень красиво. Сам по себе еще является таким святым местом для индуистов и для буддистов. Считается, что бог Шила, который для каждого индуса это личность. Но божественно обладающая собственным сознанием. И реально присутствующие в мире. То есть у них никакого сомнения в этом нет. Они с ним общаются, они его чувствуют. Индуисты. И вот этот вот Шила летел. И сверху увидел именно географический залив. По форме вот такой вот изобранки. Ему так это понравилось, что он взял его и сделал изображение в знаковом святского смысла. И там прекрасно. Природа замечательная. Монахи вот в таких примерно цветной одежды собирается совершить омовение. Я иду. Там лавы такие живописные. Скалки. Красота. Умиротворенность в туре. И нахожу до маленького обрывчика. Смотрю. Снизу такая гора совершенно не экологического мусора. Бутылки. Целлофан. Какие-то переплелые коробки. Пять собак у меня дружно поднимают. Головы чего-то. Жуя. Три коробки тоже. Жуя. Эти коробки сейчас к чему-то. Вот. Так вот. Такая колеюга. Ладно. Сейчас много темы начнем. Вот здесь же река Омми и Омска на этой реке. Много можно на эту тему стеклировать. Чем успешно занимается мне Сатурнов. Отсылаю к его работам. Да. Вот. То есть наша задача вам выдать определенный базис с опорой на индийский йога альянс. Особенно для тех, кто захочет секрет получать по йога альянсу. Вот. Не думаю, что там прокатит творчество Задорна. Но так мне нравится. Очень так остроумно. Особенно такая передача, где мы смотрели Задорна Фугардона. И там рассуждал о своем представлении русского языка. Позвали рингвистов. Позвали батюшку православную. И Задорна всех переплюнул. Они ему все по науке. А он говорит, да, вот. Объясните, что такое раз, где корень. Вы узнаете, что за пример. А вот мои теории проходят. Раз, это единира. Все, и крыть нечем. Ах! 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 Ах!